Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 10 и 11 класса. Танасен. Задание 270. Да ну. Основаниями усеченной пирамиды являются правильные треугольники со сторонами 5 см и 3 см. Соответственно, изобразим такую усеченную пирамиду. Обозначим её ABC1B1C1. Запишем. 1B1C1. Это усеченная пирамида. Так. Основания треугольники ABC и треугольник A1B1C1 правильные. Правильные. Значит, равносторонние. Так. Со сторонами АС 5 см. А1C1 – 3 см. Одно из боковых ребер пирамиды перпендикулярно к плоскостям основания и равно 1 см. Ну вот АА1 перпендикулярно АВС и АА1 равно 1 см. И нам нужно найти площадь боковой поверхности этой усеченной пирамиды. Ну, во-первых, запишем, что площадь боковой поверхности будет складываться из площади грани АА1С1С плюс площадь грани АА1С1С1С1С1С1С1С1С1С1С1С2. Теперь напишем первое. Теперь напишем первое. Значит АА1В1В будет такой же, потому что основание этой трапеции это те же стороны, 5 и 3 стороны этих треугольников и высота АА1. Значит, вторая грань, ее площадь тоже равна 4 квадратных сантиметра. Теперь нам нужно рассмотреть вот эту третью грань. Ну, во-первых, как мы уже выяснили, что вот эти грани, собственно, равны АА1. Ну, так напишем, давайте. Грань АА1С1С равна грани АА1В1В. Тогда отсюда следует, что равны вот эти отрезки В1В равно С1С. Таким образом, трапеция СС1В1В будет равнобедренной. Теперь проведем высоту в этой равнобедренной трапеции. Проведем высоту С1Х. Проведем С1Х. Это и будет высота вот этой трапеции. Значит, нам нужно определить С1Х. Тогда мы сможем вычислить площадь этой трапеции. Но поскольку наша трапеция равнобедренная, то мы можем записать, что ее основание ВС будет равно 2 отрезка С1Х. Если мы из В1 опустим такой же перпендикуляр, там получится вот такой же кусочек около стороны В, равный вот этому С1Х. Значит, 2 С1Х плюс В1С1. Вот такое равенство можем записать. Отсюда 2 С1Х будет равно разности ВС и В1С1. ВС – это у нас 5, В1С1 – это у нас 3. Значит, 2 С1Х равно 2. Значит, С1Х равно 1 сантиметру. Вот теперь, если еще мы будем знать ребро С1С, то тогда из прямого угольного треугольника мы сможем вычислить искому высоту С1Х. А вот для того, чтобы определить вот это ребро С1С, мы проведем перпендикуляр из точки С1. Вот СМ проведем перпендикулярно плоскости АВС. Проведем такой перпендикуляр. СМ. Так, и докажем, что точка М лежит на ребре АС. Докажем это. Ну, во-первых, плоскость АА1С1 перпендикулярна плоскости АВС, потому что она проходит через прямую АА1, которая перпендикулярна плоскости АВС. Помните признак перпендикулярности плоскостей? Две плоскости перпендикулярны, если одна из них проходит через прямую, которая перпендикулярна второй плоскости. Итак, плоскости перпендикулярны. Точка С1 принадлежит, естественно, плоскости АА1С1. Тогда, как было показано в задаче 179, вот этот перпендикуляр будет принадлежать плоскости АА1С1. Давайте запишем задача 179. Таким образом, отсюда следует, что точка М лежит на отрезке ААС, а тогда мы можем рассмотреть прямоугольный треугольник МС1С для того, чтобы вычислить его гипотенузу СС1. СС1 в квадрате будет равно сумме квадратов С1М в квадрате плюс МС в квадрате. С1М – это же перпендикуляр к плоскости АВС, но и АА1 тоже перпендикуляр к плоскости АВС. Значит, С1М равно 1 см. МС – это фактически разность. АС и А1С1. АС минус А1С1. Это будет равно 5 минус 3 – это 2 см. Тогда получаем СС1 будет равно квадрату. С1М – это единица. И МС – это двойка в квадрате, это 4СС1 будет корень из 5 см. Продолжим на следующей странице. Вот теперь рассмотрим прямоугольный треугольник С1СН. В нём СС1, давайте ещё раз запишем, мы только что нашли корень из 5 см. А СН мы нашли ранее, это 1 см. Тогда С1H искомая высота трапеции будет равна… Ну, в квадрате будет равна СС1 в квадрате минус СН в квадрате. Тогда С1H будет равно корню квадратному из… СС1 в квадрате это 5 минус СН в квадрате это 1 будет корень из 4 см. Вот теперь мы можем вычислить площадь СС1В1В. В – это будет полусумма оснований. В1С1 – это 3, ВС – это 5 и умножить на высоту С1H – это 2. Тогда это будет равно… Так, 8 на 2 – 4 и на 2 – 8 квадратных сантиметров. И нам остаётся… Давайте запишем, что это третий пункт. Нам остаётся вычислить площадь боковой поверхности. Она будет равна площадь АА1С1С4 квадратных сантиметра, АА1В1В тоже 4 и СС1В1В – 8. Итого получаем 16 квадратных сантиметров. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.